Всем привет! На ваших экранах Planet Zoo, часть шестнадцатая. Сегодня у нас очень важная серия. Запасайся чайком, это не просто так, тут всё серьёзно. Как ты помнишь, в одной из каких-то прошлых серий я показывал, что слонам места много и нужно отжать у них немного. Мы срезали вот такой вот кусочек, я здесь уже определил вольер, потому что у нас сегодня уйдёт много времени на строительство. Сейчас я тебе покажу, подожди. Так, нам нужен вольер три метра. Через вольер вот этот у нас будет проходить монорельс, я его пока убрал. У нас чистая площадочка, вот таким образом она выглядит. Что же у нас будет здесь? И это сенегальский лев. Популяция в дикой природе всего 250 штучек. Это очень мало. Всего можно выделить три причины бедственного положения этих львов. Браконьерство, сокращение площадей проживания этих львов. И резкое уменьшение количества животных, на которых они могут охотиться. В настоящее время реализуется ряд программ, направленных на сохранение этого вида. Я надеюсь, эти программы всячески помогут. Континент у нас Африка. 705 метров нужно для одного, а если у нас их будет штучек 7, нам нужно 1371 квадратный метр. От 8 до 40 им нужна температурка, забор класса 3. Он у нас имеется. Так, 1300 это мы с тобой запоминаем. Не более одного самца и не более 29 самок. Отношения с людьми уверены? Можно ли входить? Конечно нет. Рост в холке 105 сантиметров. Они не такие уж и большие. Продолжительность жизни 14 лет. Интересные факты. Рык взрослого самца можно услышать на расстоянии 8 километров. Львы самые общительные среди больших кошек. Львы могут развивать скорость до 80 километров в час. Львицы выполняют 90% охотничьих обязанностей в прайде. Основные занятия львов – защита территорий и самок от соперников. Очень короткие у них интересные факты. Буквально тут по одному. Давайте мы быстренько сходим на рынок. На рынок я просто еще не ходил. Вот смотрите, сенегальский красавец. У нас есть такой принять-принять, отправить в зоопарк. Девочку, я думаю, мы ему найдем, но чуть-чуть попозже. У этих фертильность маленькая, у этих размер. Хотя вот эта вот большая. Давайте мы ее тоже купим. Поселим сюда. Нажмем play. Подождем, пока нам его принесут. Потому что мне хочется видеть размер. Размер нашего льва. Потому что я сейчас на гаражу, как обычно, что-то большое. А потом принесут там маленькую пупуську. Как это было с нашими вот обезьянами. Японскими. Я им нагородил вроде, ну, с виду. Небольшая там и горка, и озеро, и все остальное. А принесли они там маленькие такие макокульки. Вот, и они там теряются. Ну, сейчас время идет, и они размножатся у нас. И будет их побольше. Так, нам приносят. Приносят нашу животинку. Давай. Давай, выпускаю. Одного, первого, второго. Вот они, наши красавцы. Здравствуйте, друзья. А теперь вы, наши друзья, и будете с нами жить. Ох, кричат. Блин, она огромная. Она огромная. Нажимаем на паузу. Так. Но, в целом, им должно хватить даже выше крыши этого вольера. 5 тысяч. 5 тысяч. А это мы еще у слонов просто отрезали кусочек. У слонов там тоже было 5 тысяч. Все вместе. 10. 10 им не нужно. Так, мне, 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 мне нужно понять. Мне нужно понять, с какой стороны мы будем строиться. Да, давайте возьмем со стороны, наверное, слонов. Мы, поверьте, мне много ландшафт. Но это будет очень-очень немного. Я даже ускорять в этот раз не буду. Вот мы сделаем небольшой просто подъем. Небольшой подъем на горку. Да, где-то вот так вот, наверное. Я думаю, этого будет даже и достаточно. Так, по высоте, ну, примерно вот так, да? Да. Это хорошо. Разгладим. Разгладим все это дело. Ну, я думаю, у нас еще будет время этим позаниматься. Так, дальше. Что я хочу сделать? Это очень важно. Мы берем наши объекты. Нет, не объекты, извиняюсь. Строительство. Не строительство. Это природа. Природа камни. Да, и у нас есть вот такой вот сборник глыб, так сказать. Его нам сейчас нужно очень красиво завернуть, углубить. Так, это будет, наверное, примерно вот так вот. Да? Чтобы подъем у них, главное, работал. Ну, вот так я, наверное, оставлю. Да? Да, хорошо. Так, и нужно еще две глыбы. Мы их сейчас развернем с вами. Так, где крутилочка? А в какую лучше сторону, интересно? Ну, вот это вроде... Да, давайте... Блин, ну что ж ты так крутишься быстро? Блин, тут, короче, серия будет не быстрая. Ты вообще не торопись. Никаким образом. Нам нужно построить очень красивую штуку. Так. Нет, наверное, даже немного сильно выпирает. Да, мы сделаем вот так и развернем. Блин, она почему-то крутится вообще во все стороны. Давайте центровать. Еще раз центровать. Еще раз, еще раз, еще раз. Почему? Видите, он как-то ее наклоняет все время. Ну-ка. Да. Или подожди, или нет. Давайте попробуем наклонить. Да что, почему ты так... Что ты со мной делаешь? Все. Мы наклоняем таким образом, оставляем, делаем копию. Без копии нам некуда. Так, копию мы повернем. Наверное, вот таким образом, да? Да, будет смотреться хорошо. Раз, ставим камушек. Да, гора большая, отличная. Дальше мы будем использовать маленькие камни. Но в цвет. Главное, чтобы у нас все было в цвет. Оставляем им проход. И заваливаем это все камнями. Кстати, вот это, мне кажется, можно даже подвинуть немного. Так, да? Да. Давайте раздвинем, чтобы место для прохода им было немного побольше. Все отлично. На первых порах мы вот это вот дело, наверное, оставляем. Следующее, что мы будем делать, это вот этот проход. Сейчас нужно ландшафт поднять и сгладить его, чтобы они смогли свободно сюда добираться. Можно даже пошире чуть-чуть сделать. Да. У них будет плавный заход вот с этой стороны, с правой. Так, да. Теперь берем, разглаживаем. Все, разглаживаем. Потому что если оно не разглажено, они могут и не ходить сюда. А нам нужно, чтобы они сюда ходили. Да, замечательно. Все, теперь мы с тобой. Мы с тобой берем опять камни. Вольер будет у нас шикарный. Блин, я очень на это рассчитываю. Так, закрываем вот здесь вот камнями. Закрываем камнями, но чтобы они касались земли. Так. Блин, а здесь не хочет, да? Или нормально? Нормально. Делаем небольшую такую вот платформу. Камни можно повертеть, чтобы они не сильно были однородными. Так, здесь поменьше. Здесь тоже повернем. Вот так вот, да. Все, так вот будет хорошо. Платформа у нас есть. Далее, что мы делаем? У нас имеются... Нет, не эти. По-моему, вот эти, да. Шикарная скала. Шикарная скала. Ставим ее, наверное, в высоту. Ну, пусть пока вот так вот будет. Давайте ее повернем. Так, здесь, здесь, здесь. По красной линии. Почему? Подожди, нет. Отстань. Я же вот ровненько выставляю ее. Правильно? Правильно. Все. Так, центруйся ровно. Тут главное понять нам наклон. Кстати, вот этот был, наверное, отличный. Да? Да, хороший наклон. Все, нажимаем ОК. Задвигаем ее внутрь. Можно взять побольше. Ширину. Да. Все, вот так будет хорошо. Делаем еще одну копию. Так, еще одну. Но теперь мы ее немножечко повернем. Повернем ее, покрутим. Да, чтобы она у нас стремилась в одну сторону, да, вся. Да. Хорошо. Так, ОК. Давайте возьмем следующую. Давайте возьмем следующую. Да, это будет не быстро, но оно как бы... Я решил сегодня именно камешками позаниматься, вот. Но сделать это аккуратненько, с чувством, с толком, с расстановкой. Так, шикарно. Здесь чуть повыше. Повернем ее. Так. Следующую, наверное, нам нужно уже потихонечку загибать, да. Да, давай мы сделаем вот так вот, что она сужается у нас. Так. Замечательно. Эту мы ставим по центру. Можно даже повыше, да? Да. Я надеюсь, ты чаек налил, потому что без чая смотреть на камни – это не самое веселое. Так. Камней будет много, как ты заметил. Замечательно. И сюда еще один. Просто для равновесия. Да? Да. Смотри, скала у нас получается. Это очень хорошо. Так. Теперь мы берем вот эту. Мы ее копируем. Давай, копируйся. Сюда. И опускаем ее. Вот таким образом, да. Так. А здесь у нас идет что-то надо большое. Что-то надо большое, но более острое. Ну-ка. Подожди, нет. Это слишком большое. Это тоже слишком большое. Вот. В принципе, вот этот подходит. Так. Возьмем, поставим его один здесь. Один над ним. Но немножко повернем. Немножко повернем. Или хотя можно взять поменьше, да? Наверное, камушек. Давайте поменьше возьмем. Все. Где-то вот так вот. Да. Я оставляю это так. Нам теперь нужно сделать верхнюю часть горы. Верхнюю часть горы нам нужно, опять же, нарастить. Нарастим мы, наверное, с помощью копирования. Так. А, подожди. Нет. Ты что делаешь? Нам не так надо. Вот. С помощью копирования. Надо нам... Она, видите, у нас немножко в угол пошла. Не в тот. Поэтому будем выравнивать. Да? Да. Вот теперь она ровно смотрится. Шикарно. Так. Нам нужны теперь камни. Опять же. У нас сегодня все из камней идет. Мы берем плоские. Так. Поднимаем повыше. Один поставим здесь. Сейчас мы его будем поворачивать. Ну-ка, давай. Давай. Давай только это аккуратненько как-нибудь делай. Все. Так. Хорошо. И этими камушками мы сейчас будем делать стенку. Надеюсь, получится. И получится. Надеюсь, это все хорошо. Так. Окей. Дальше можно даже повертеть немножко. Где крах. Ах, не то. Но, кстати, нет. Можно даже так сделать. Так. Вот сюда. Окей. Берем следующий. Опять повертеть. По вот этой оси. Да. Это хорошо. Смотрится хорошо. Мы будем делать его не совсем высоким. Так. А если мы скопируем. Я не знаю как. Вот этот. Вот этот. Вот этот. И вот этот. Сделаем копию. Так. Давай поднимем. И немножко утопим его. Вот так вот. Да. Ну-ка. В принципе, смотрится неплохо. Для текстуры мы с вами обязательно что-нибудь возьмем. Я буду сейчас объяснять. По очереди. Не спеша. Все потихонечку. Так. Здесь закрываем. Здесь немножко повернем. Тоже закрываем. Поднимаем один чуть повыше. Все. Вот таким вот образом. Здесь, наверное, можно даже один утопить. Да. Хорошо. Так. Еще один булыжник. Сверху вот тут. Повернем. В принципе, даже мы он из одного камня сейчас все и сделаем. Ну, конечно, не из одного. Мы сейчас будем добавлять. Добавлять и не забывай немножко вертеть, чтобы они не казались одинаковыми. Да? Да. Так, а сверху можно взять что-то такое. Может, более плоское. Ну-ка. Подожди, нажмись. Окей. Да все, все, все. Отстань. Ну, давай как-то вот так вот, наверное, оставим. Мне кажется, смотрится хорошо. Что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, смотрится шедеврально. Так. Давай нажмем play. Давай нажмем на нашего львенка. Сейчас на паузу. Подожди. Львенок, не торопись. Мне нужно понять, где ты сможешь проходить. А, ты здесь даже еще и перепрыгнуть сможешь. Ну, это ты, конечно, молодец. Так, внутрь они заходят. Все хорошо. Вот здесь им что-то не особо нравится. А что здесь тебе не особо нравится? Давай мы его повернем. Вот так вот. Да, и чуть-чуть вглубь. Вот так. Все замечательно. Окей. Так, опять нажмем play. И опять нажмем с паузу. Чтобы у них обновились данные. Ну-ка. Ну, в целом, в целом пойдет. В целом пойдет. Они здесь проходят. Все хорошо. Так, вот здесь они могут перепрыгивать. Почему? Потому что забор у этих слишком маленький. Ну, мы возьмем сейчас с тобой вот так вот выделим. И поднимем его на 4 метра. Даже 4,63. Тут ничего страшного. Будет выглядеть, ну, очень органично. Так, давайте проверять. Обновим. Да? Все равно ты можешь перепрыгнуть. Нет. Все. Все, данные обновились. Львы у нас не перепрыгивают. Львица сразу такая. Ой, блин. Он исправил. Мы уйдем отсюда. Так. Скала у нас есть. Нужно посмотреть теперь по... Где они? Где они? Подожди. Укрытие у них 100% уже? Это очень хорошо. Так. Растения им особо не нужны. Но мы выберем сразу биом луга. Это же луга? Луга, да. Так. По обогащению среды у них мало. Здесь у них... Ага. Вот таким образом. Но, как вы заметили, я же хотел сделать что? Гору из Короля Льва? Правильно. Правильно. Ну, вот такая вот она у меня получилась. Не знаю, насколько хороша. Напиши в комментариях. Просто не хотел ее делать, наверное, слишком огромной. Вот. Но такой размер меня в целом устраивает. Возможно, есть смысл сделать им вот здесь вот речку. В Короле Льве ее, конечно, не было. Но я бы, наверное, хотел. Я бы, наверное, хотел. Давайте, наверное, это и сделаем. Будет немножко по... Ну, поинтереснее, что ли. Я не знаю. Для наших львов. Так. Вот здесь мы сделаем... Нам же еще нужно как-то, чтобы они добирались там. Давай. А, блин. У нас же еще будет дорога. У нас же еще будет дорога. Но здесь мы можем провести ее сверху. Да? В принципе, да. Так. Давай вот здесь вот нарастим. Чтобы львы могли бегать. Так. А под ней бы прокопать. Да? Или нет? Нет, нет. Давайте я вот так вот все-таки сделаю. Я не хочу потом заморачиваться с дорогой. Пусть она обходит вот с этой стороны. Она у нас будет идти по всему вольеру. Мне кажется, это будет хорошо. Ну, а здесь мы добавим водички. Мне кажется, им будет в любом случае поинтереснее. Так. Берем воду. 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 Наливаем. Да. Вот. Меня это больше всего устраивает на самом-то деле. Давайте смотреть по природе. Природа у нас идет лугам. Что у нас есть по лугам? У нас есть баба-бабы. Вот эти мне дико нравятся. Я бы на самом деле поставил. Один сюда. И один побольше, наверное. Подожди. Куда бы я поставил этот? Давай вот так вот поставим. Да. Смотрится хорошо. Есть еще маленький короткий баба-баб. Можно его, кстати, вот сюда поставить. Сейчас мы его даже немножко повернем вот так вот. Да. По бабам у нас красота. Следующее. Что у нас тут есть из такого мелкого? Мелкого, что растет красиво. Это что такое? Нет. Это не том. Так. Это уже большие деревья. Такое нам, наверное, не интересно. Хотя. Нет. Нет. Мы не будем с вами городить тут слишком много. Но если сделать, что он здесь вот прорастает из скалы. Да. Мне кажется, он будет интересно смотреться. Давайте одну поставим. Я не знаю. Мне кажется, будет хорошо. Что скажешь? Напиши в комментариях. Ну, зернышко, семечко попало. И вот выросло здесь дерево. Ну, почему бы и нет? Мне кажется, это замечательно. Так. У нас есть еще небольшие кустики. Да. Которые я бы хотел, наверное, вот здесь вот разместить. Что они в любом случае растут. Вот. Кустик побольше. Вообще хорош. Да. Хочешь добавиться в группу? Пожалуйста. Пожалуйста, добавляйся в группу. Кстати, по поводу группы. Кто смотрит видео, не забывайте добавляться в дискорд сервер. А вот. Где мы можем поболтать, поиграть. Ну, вообще, короче, много всякого мы можем. Так. Хорошо. С этим разобрались. Есть еще вот такие цветочки. Куда бы, куда бы. Вот здесь, кстати, место хорошее. А клумба побольше есть? Клумбы побольше нет. Ну, ладно. Давайте мы поставим один вот сюда. И один маленький вот так вот рядышком. Да. Да. Так. Это что? Это мох какой-то? Мне не особо нравится. Можно вот здесь вот, в принципе, камыш этот разместить. Да. Ну-ка. Да. Мне кажется, хорошо у воды он будет смотреться. Вот такой небольшой просто островок сделаем камышам. Но она получилась не очень, конечно, из короля льва. Но, мне кажется, довольно-таки интересно выглядит. Так. Это что у нас? Это тоже какие-то цветочки интересные. Куда бы их только разместить? Вопрос большой. Ладно. Мы их уже не будем трогать. Что у нас идет следующее? Следующее у нас идет, конечно же, вольер. Так как им место не нужно. Так. А где у нас? Он же у нас какой-то синегальский саванный. Ну-ка, покажите мне его. Да. Синегальский лев. Так. Берем барьеры. Выбираем вид. Синегальский. Так. Синегальский. Синегальский. Синегальский лев. Все. Так. Что им нужно? Большой снежный шар. Ну, хорошо. Мне, кстати, сказали, что можно утопить немножко вот эту штуку. И она будет органично смотреться. Давайте так и сделаем. Пусть у них будет шарик. Вот здесь мы на самой горе поставим им тыковку. Чтобы они сюда приходили, ее хомячили. Так. Кормушка с фиксацией. Кормушку с фиксацией можно вот сюда, вот у подножья сделать. Почему бы нет? Пусть она будет. Так. Воду им не нужно. Коробки мне сказали, что любят все. Подождите. Мне сказали, что можно утопить опять же. Так. И... Опа. Да. Все. Коробочка у нас есть. Дальше что? Ну, здесь же много всякого интересного. Подожди. Так. Штука с запахом добычи. Давайте ее здесь возле дерева поставим. Вдруг они захотят поиграть где-то в тени деревьев. Так. А здесь, здесь у нас будет пастись стадо зебр. На которые они смогут охотиться. Так. Давай вот так вот поставим. Все шикарно. Стадо зебр у нас есть. Можем им еще бросить один мячик. Ну, так. На всякий случай. Фонтанчик. Фонтанчик мы тоже добавим. Вот здесь вот у воды парочку штук. Мне кажется, хорошо. Так, поднос для еды большой. Так, поднос для еды нам нужно ставить там, где люди будут на них смотреть. Так, скорее всего, это вот тот вот. Да? Чтобы они подходили. И, наверное, вот здесь. Давайте еще один поставим. Мне не жалко. Пусть у них будет еды побольше. Ну, в целом, по вольеру все. Давайте уберем плей. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Кстати, в вольере мне, наверное, нужно еще поставить им еды побольше. Класс третий. Вот. Чтобы их прям очень хорошо кормили. Девочка у нас, кстати, очень активная. Парень, если не особо хочет играть, ему больше нравится валяться, вот, то она прям молодец. Ну, и скала, мне кажется, все-таки смотрится хорошо. Да? Смотри, разрывает ее внутри мясо. Шикарно. Так, и, кстати, я бы... У нас же мальчик один, поэтому можно добавить, можно добавить еще несколько девочек. Так, здесь у тебя что, маленькая-маленькая-маленькая? Обновить список пока нельзя. Ну, ладно, давай добавлять. Давай несколько добавим. Вот это вот прям хороший экземпляр, судя по всему. Тоже отправить в зоопарк. А что вы на меня жалуетесь постоянно? Автомобиль сафари не работает. Не работает, потому что мы вот только что построили вольер короля льва, между прочим. Так, давайте посмотрим, как себя чувствует царь. О, у царя все хорошо. Блин, мощный какой, сочный. Да? Да. Царь зверей, между прочим. Так, по вольеру у него все хорошо. По ландшафту ему, кстати, камней не хватает. Давайте это мы решим. Так, возьмем гладкий камень. И вот здесь вот мы, наверное, можем себе позволить добавить. Давайте размер только, наверное, чуть побольше сделаем, чтобы растушевочка была. Так. Вот же все-таки скала. Пусть возле скалы будет камень. Это вполне логично. Так, сюда можем добавить. Здесь чуть-чуть. Можем даже на самой скале немножко камня вот так вот добавить. Да? Да. Так, обнаружено животное с проблемой. Ветеринар уже выехал. Это возможно, кстати, кто-то из львов. Потому что мы же берем всех подряд. Так. Здесь все у них хорошо. О, ничего себе, не дерутся. Ну, не дерутся. Пиньята он эту разорвал просто. Здесь у них тоже все хорошо. По обогащению, да? По обогащению тоже довольно-таки круто. Да? Какая ты игривая. Я очень рад, что тебе нравится этот шарик. Блин, тебя забрал ветеринар. Ладно. Ничего страшного. Не переживай, тебя вернут. Так. Кстати, народ уже начал копиться. Это хорошо. Это мне нравится. Сейчас мы еще... В следующей серии мы закончим дорогу. Либо я ее проведу за кадром. Возможно, да. Потому что там много передвижений будет. И я вам покажу, как это все будет выглядеть. А на этом, дорогие друзья, я предлагаю закончить. Так, подождите. Где я же хотел этот кадр эпичный, да? Да, смотри. Я король лев прям. Ну, вот не меньше. Все, дорогие друзья. Я предлагаю на этом закончить. Надеюсь, вам вольер понравился. Ну, мне на самом деле он устраивает. Мне кажется, получилось хорошо. Да, это такая миниатюра. Может, он не 100% похож. Но намеки какие-то есть. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...